Субтитры создавал DimaTorzok Здесь я преподаю русский язык студентам и стажерам из разных стран. Очень приятно вести эти занятия и преподавать русский язык вам. Здравствуйте, мои дорогие друзья! Время для чтения, которым мы занимались на прошлом занятии, подошло к концу. Если раньше для вас это задание выглядело как темный лес, то теперь, уверен, вы все быстрее выполняете его правильно. Я прав? Когда понимаешь принцип работы или существования чего-либо, уже гораздо приятнее этим заниматься. Так что, наверное, вы уже скучаете по чтению. Вы можете и самостоятельно им заниматься, а я со своей стороны обещаю, что мы еще проверим вместе ваши знания. Сегодня же мы должны разобрать сложные вопросы употребления предлогов. Так или иначе, мы уже касались этой темы на наших занятиях. Но теперь нам нужно структурировать все ранее изученное и добавить новую, достаточно трудную грамматику. Итак, «сквозь» плюс «винительный падеж» и «через» плюс «винительный падеж». Начнем мы с относительно простой и известной вам оппозиции предлогов. Мы не только касались их значений, но и в нескольких устойчивых конструкциях убеждались в правильности данных определений. Итак, «сквозь» обозначает движение вперед с преодолением какой-либо преграды на пути. А «через» указывает на отсутствие таковой. Ну, то есть преграды нет. Давайте сравним. Мы слышим громкий спор соседей сквозь стену. Он вошел через дверь, хотя в молодости лазал к ней через окно. В первом случае даже стена не мешает нам слышать спор соседей. То есть звук словно просачивается по невидимым пустотам каменной преграды. Во втором случае мужчина открывает дверь, тем самым устраняя преграду и входит в помещение. «На» имеет смысл рассмотреть все сложные случаи, связанные с употреблением этого предлога. «А» выражение плана «на» плюс «винительный падеж». Кажется, что это самое простое из возможных значений предлога – констатация желания делать что-либо в будущем определенное количество времени. Например, родители едут в отпуск на месяц. Родители собираются провести месяц в отпуске. Тут все ясно, но стоит всегда иметь в виду, что употребление этого предлога в указанном значении возможно только после глаголов движения, желания или плана. Здесь это «ехать». «Б» – глагольная семантика. «На» плюс «винительный падеж», «на» плюс «предложный падеж». Очень важным является употребление глаголов, после которых требуется предлог «на». Путаница возникает с падежом после него. Давайте разбираться. Итак, номер один. Глаголы движения с приставкой «вы». Мы с вами хорошо знаем базовое противопоставление предлогов «в» и «на» с глаголами «движение». В первом случае речь идет о движении внутрь, а во втором – на какое-то открытое пространство. Поверхность или с целью принятия участия в каком-либо событии. Три значения предлога «на» мы знаем. Такая же разница между глаголами со значением «состояние» и «место». К сожалению, часто студенты забывают о том, что, прибавляя приставку «вы», глаголы сохраняют свою основную семантику. На первое место выходит значение самого префикса, а потому предполагается, что с такими глаголами употребляется только предложно-поддержная группа со значением «откуда». Но это неправильно, так как мы помним значение «куда» характеризует, собственно, глагол. На ТРКИ-3, как правило, именно на этом многие ошибаются. Например, в универмаге он спросил, как выйти на улицу. Улица является целью субъекта, а потому здесь необходимо значение «куда», а не «откуда». Видите, здесь именно семантика глагола «куда» мы идем, «куда». Давайте определим ряд глаголов, которые могут ввести вас в заблуждение, часто встречаясь на ТРКИ-3. Итак, глаголы со значением «направление». Ну, это, собственно, глагол «направляться», облокачиваться, ссылаться, выбираться и их синонимы, а также ряд других. Например, мы направляемся на прохождение стажировки в крупную компанию. Гражданин, не надо облокачиваться на мое плечо. В своей работе вы ссылаетесь на известных ученых. «Мне трудно выбраться на твой день рождения, так как работы по горлам». Глаголы со значением «плана» и «желания». Это глаголы «собираться», «планировать», «возлагать надежду», «делать ставку», «рассчитывать» и их синонимы, а также ряд других. Например, друзья собираются на пикник. «На следующий год я много чего запланировал». «Мы возлагаем надежду на реализацию своего плана действий». «Женщина сделала ставку на нового знакомого и вышла за него замуж». «Я рассчитываю на твою помощь». В рамках этого блока заданий на ТРКИ-3 также встречаются глаголы, которые предполагают после себя употребление предложенного падежа, обозначающего «место». Какие это глаголы? «Очутиться», «оказаться», «обосноваться» и их синонимы, а также ряд других. Например, «мы очутились на незнакомой территории, где все говорили на странном языке». «Вот ты и оказалась на коленях без средств к существованию». «Толстый кот обосновался на мягком диване, замурлыкал от удовольствия и заснул». «Номер три. Пограничные случаи». В этот раздел мы включаем пары глаголов, которые похожи друг на друга, но требуют после себя употребления разных падежей. «А». Мы часто обращаем внимание на разные мелочи, а о главном забываем. «Тебе стоит сосредоточиться» или «сосредоточить внимание» на главном, а не на деталях. Как в первом, так и во втором случае речь идет о внимании. Но в одном предложении мы его направляем на объект, можно сказать, что смотрим. А во втором «располагаем», то есть внимательно рассматриваем что-либо. «Б. Хотелось бы узнать, на чем ты так хорошо заработал». «Хотелось бы узнать, на что ты так активно зарабатываешь». Также есть группа глаголов, после которых может употребляться как винительный падеж, так и предложный падеж с предлогом «на». Скажем, в приведенном примере, в первом случае что-то уже дало хороший результат, хороший доход. А во втором человек много работает, чтобы что-то купить. «При плюс предложный падеж». Номер один. Прежде всего необходимо рассмотреть случай, когда происходит путаница между этим предлогом и исследованным нами предлогом «на». Давайте сравним. При ярком солнце стоит выбирать затененные места и избегать долгого нахождения на открытом пространстве. На ярком солнце мороженое растаяло за считанные минуты. Как мы видим, в первом случае перед нами условное предложение, которое указывает на определенное правило, которое распространяется на всех и всегда. Второе предложение – это ситуация, произошедшая в совершенно определенное время. Вы можете возразить, дескать, извините, Алексей Игоревич, но существует также значение времени и для предлога «при», и будете правы. Но отчасти. Как мы знаем, в этом значении предлог употребляется только с именами собственными, которые известны всем, и такими же событиями. Значение условия характеризует этот предлог во всех остальных случаях, и будете правы. Так как, ну, отчасти, конечно, да. Как мы знаем, в этом значении предлог употребляется только с именами собственными, которые известны всем, и такими же событиями. Значение условия характеризует этот предлог во всех остальных случаях. Сравним. При плановой экономике трудно было рассчитывать на высокое качество продукции. При детях не говори грубо. Номер два. Еще одна принципиальная разница, которую вам стоит усвоить, заключена в противопоставлении предлогов «при» и «иза». Согласитесь, что очень часто вы употребляете «иза» на месте «при». Казалось бы, это совершенно разные предлоги, но на самом деле оба характеризуют причинные отношения к предложению. Давайте сравним. «Из-за метели транспорт не мог ехать». «При метели транспорт не мог ехать». Обратите внимание на то, что в первом предложении метель стала прямой причиной остановки транспорта. То есть разыгралась непогода, что стало причиной остановки автобусов, троллейбусов и машин. Во втором же случае, в прошедшем времени перед нами ситуация, когда метель мешала транспорту двигаться. Оба действия происходили одновременно. При этом вполне вероятно, что все уже нормализовалось к моменту речи. Понимаете? Когда мы произносим это предложение, транспорт, скорее всего, уже благополучно двигается. Следовательно, нам стоит быть очень внимательными, определяя значение предложения. В случае негативной причины, которая произошла раньше и повлияла на действие в главном предложении, мы употребляем «из-за». А в случае условия, глагол в несовершенном виде настоящего времени или одновременности действий, глагол прошедшего времени употребляем «при». Номер три. Значение обладания чем-либо. Значимым. В данном случае нам нужно провести точную границу между «с» плюс творительный падеж, «при» плюс предложный падеж и «в» плюс предложный падеж, употребление которых может показаться достаточно похожим. Похожим. Предлог «с» предполагает дополнительный признак, поэтому человек с пальто – это тот, кто несет эту часть одежды, а не носит ее, как в случае с предлогом «в». Наконец, «при» предполагает высокую цену или особый дорогой вид вещи. Общая идея также заключается в обладании чем-либо. Давайте сравним. Он был с курткой, которую только что купил в магазине. Он был в куртке, так как на улице накрапывало. Он был при куртке, которую с трудом достал через знакомых. Давайте посмотрим, будем ли мы правы в своем выборе, и сделаем упражнение один. Вставьте правильный предлог и употребите необходимый падеж. Номер один. Давайте отправимся в путешествие все лето, чтобы хорошо отдохнуть. Номер два. Такая температура – лучше отлежаться дома. Номер три. Как здорово увидеть друга – зон, когда на улице ливень. Номер четыре. Только сейчас он понял, что очутился – лесная поляна. Номер пять. Ветер дул – одежда, а потому мурашки бежали по коже. Номер шесть. Путин. Экономическая ситуация в России стабилизировалась. Номер семь. Хорошо бы обосноваться эти гористые просторы. Номер восемь. Мы соберемся переезжать пара лет. Номер девять. Трудно оставаться без подруги. Такая машина. Номер десять. Ее губы потрескались. Мороз. Субтитры создавал DimaTorzok Во имя плюс родительный падеж, ради плюс родительный падеж, для плюс родительный падеж. Разница между этими предлогами очень зыбкая, потому что они, как правило, везде выступают в качестве синонимов. Самым простым видится отделить «для». Вы часто употребляете этот предлог, так как он, во-первых, обычен в нейтральном стиле, во-вторых, описывает не только абстрактные понятия, но и простые бытовые ситуации. Например, он попросил вилку для салата. Очевидно, что в таком значении ни во имя, ни ради не употребляются. Что касается этих двух предлогов, то обозначим разницу так. Во имя описывает цель в абстрактных понятиях, не употребляясь в сочетании с конкретным человеком. А ради вполне может передавать целевое значение для любой группы существитель. Сравним. Во имя любви я готов на все. Ради Лены он изменился. Вопреки плюс дательный падеж, несмотря на плюс винительный падеж. Мы с вами касались этой темы, но всегда полезно закрепить изученное. Итак, вопреки употребляется существительными, обозначающими действия человека или, собственно, самих людей. При этом, несмотря на, оперирует неодушевленными существительными, в которых нет значения действия человека. Оба имеют синоним в сложном предложении. Хотя, давайте сравним. Вопреки твоим желаниям, я поступлю в университет на дизайнерское дело. Несмотря на все трудности, он смог добиться того, о чем мечтал. Чтобы удостовериться в том, что вы все поняли, и увидеть, что вы правы в своей уверенности, давайте выполним упражнение 2. Вставьте правильный предлог и употребите необходимый в этом случае падеж. Итак, номер 1. Тебе нужно засучить рукава, своя семья. Номер 2. Такой особый человек у нас есть специальное предложение. Три. Цена. Она купила огромный букет роз. Четыре. Давайте действовать в козни недоброжелателей. Номер 5. Мир на земле. Все мы живем и стараемся. Редактор субтитров А.Семкин К плюс дательный падеж. Один из самых трудных предлогов, хотя таковым, на первый взгляд, не кажется. А. В первом значении подходить к чему-либо мы с вами знаем этот предлог со времен изучения темы одежды. Там было четкое разграничение между тем, что подходит человеку, и тем, что сочетается с другим предметом. Вот в этом значении употребляется как раз предлог К. Сравним. Эта шляпа тебе подходит. Эта шляпа подходит к шарфу. Б. Выполнение дела к конкретному времени, которое было оговорено заранее, также предполагает употребление этого предлога. В этом смысле возникает необходимость разграничить его с предлогами до и на. Сравним. Мы должны выполнить работу к пятнице. Мы должны выполнить работу до пятницы. Мы взяли работу на пятницу. Во-первых, предлог на невозможно употребить в тех же языковых условиях, что и первые два, так как мы знаем, что для этого необходимы глаголы движения, желания или плана. Сегодня мы уже об этом говорили. Выполнять к этим группам не относится. Становится очевидным, что речь идет о разного рода планах. К. То, что было запланировано кем-то раньше для нас. А на – это наш собственный план на будущее. Что касается предлога «до», то он указывает только на временную границу вне связи с чьим-либо приказом. Что перед нами в этих примерах? В первом начальник нам сказал, что пятница – последний день для выполнения задания. Во втором примере неважно, кто говорил и что. Нас интересует только срок окончания работы. Ну, а в третьем случае мы сами решили взять работу, чтобы за пятницу ее выполнить. В. Особое в связи с рассматриваемым предлогом внимание стоит… Особое внимание в связи с рассматриваемым предлогом следует уделять существительным, после которых необходимо его употребление. В эту группу входят все качества и чувства человека, которые направлены на другого человека или объекта. Таким образом мы с вами пытаемся структурировать наши знания. Конечно, обычно в учебниках дается список таких существительных. И вы их просто учите. Но удобнее понимать то, что вы употребляете. Правда? Обратите внимание на то, что в первом случае любовь одного человека направлена на объект, что требует употребления предлога «к». Во втором случае два человека обмениваются этим замечательным чувством, а потому уже употребляется предлог «эс» после этого существительного. Вероятно, по этой причине главными существительными, после которых употребляется предлог «кам», являются талант, способности, тяга. Кроме того, из качеств и чувств, которые предполагают отношения, выделим любовь, злость, внимание, безразличие, сострадание, брезгливость и так далее. Как вы видите, это могут быть как положительные, так и отрицательные качества. Убедимся, что мы были правы, и выполним упражнение 3. Вставьте правильный предлог и поддержь. Номер 1. Мы будем на работе 9 утра, как положено. Номер 2. Я приглашаю вас на вечеринку. 6. Номер 3. Она испытывает радость встреча с нами. Номер 4. Ваш абонемент. 10 посещений бассейна. Номер 5. 30 лет. У мужчины должна быть хорошая работа. Номер 6. Способности Иры. Рисование проявились рано. Номер 7. Трудно не испытывать нежность. Такие милые собачки. Номер 8. Испуг. Твои слова у нее не скоро пройдет. Номер 9. Я собираюсь спать. Полдень. Номер 10. Эта юбка. Туфли идеально подходят. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Предлоги причины. Раз уж в наших примерах встретились предлоги причины, мы не можем не вспомнить о них. В частности, вы видите, что испуг от чего-то. Предлог от, как мы уже знаем, указывает на изменение состояния. Сначала все было спокойно, потом ты что-то сказал, и субъект испугался. В этом смысле важно противопоставление с предлогом «из-за», который только обозначает плохую причину, но никак не предполагает изменение состояния. Сравним. Мы остались дома из-за дождя. Но, видите, мы здесь не наблюдаем изменения состояния. Мои ботинки промокли от дождя. А вот здесь наоборот. Были сухие, пошел дождь, и ботинки стали мокрыми. Положительную причину в предложение вводит предлог «благодаря». Думаю, вы много раз его видели и сами употребляли. Предлог «из» предполагает причину, которая зависит от самого говорящего. Поэтому обычно в этой роли выступают качества характера. Но не путайте их со значением отношения, о чем мы только что сказали. Сравним. «Из уважения она поклонилась». Она поклонилась, так как испытывала уважение к тебе. Наконец, предлог «по» обозначает причину, которая не зависит от человека. Например, «он сел не в тот автобус по ошибке». Логично. Конечно, мы не хотим совершать ошибку. «По» плюс «дательный падеж». Нельзя обойти вниманием и еще одну важную разницу. Мы с вами знаем, что предлог «по» в одном из своих значений указывает на предмет. Скажем, книга по грамматике – это учебник. То есть грамматика – это предмет, который она помогает изучать. В этом смысле важно разграничение с родительным падежом принадлежности. Сравним. Министерство спорта обнародовало свои планы на будущий год. Комитет по расследованию катастрофы представил материалы на всеобщее обозрение. В первом предложении речь идет об определении министерства. А второй пример указывает на предмет деятельности – род занятий комитета. Отсюда и разница в употребляемой грамматике. Теперь давайте выполним упражнение, которое поможет потренировать изученные сегодня сложные грамматические правила. Проверочное задание. Вставьте правильный предлог и употребите нужный падеж. Номер один. Я не знаю, какое время все документы должны быть готовы. Номер два. Я слышу стена шепот соседей. Номер три. Дверь. Куда удобнее входить, чем пользоваться окном для этого. Четыре. Маша упала замертво. Удар по голове. Номер пять. Родителям нужно разглядеть талант, искусство у ребенка в раннем возрасте. Номер шесть. Если вы потеряли работу, обратитесь в комитет занятости. Номер семь. Только дети мы горы сдвигаем с места. Номер восемь. Уверен в том, что пожилые люди не стоит говорить грубо даже между собой. Номер девять. Все святое. Скажи мне, что происходит. Наконец-то мы очутились. Другая сторона города. Это номер десять. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На этом мы закончим наше сегодняшнее занятие. Буду рад нашей новой встрече. Субтитры сделал DimaTorzok